Здравствуйте, Самойлов Алексей Николаевич, политический аналитик, преподаватель. У меня два вопроса, но они все, в общем-то, сводятся к одному. Что делать? Первое, мы знаем, что всё-таки язык, в данном случае украинский язык, это инструмент и оружие. И вы, наверное, все слышали, что российский Минобор готовит учебники по украинскому языку. Так вот, первый вопрос. Сможем ли мы, российская сторона, использовать украинский язык так же, как и использовали наши оппоненты, как оружие и инструмент в нашей работе, в нашей борьбе? Первое. А если не сможем, то, наверное, стоит побороться и с Минобором. И вопрос второй. Что делать? На Украине с Русской Православной Церкви ведется настоящая война. Что мы будем делать? Я ко всем задаю этот вопрос. Когда мы всё-таки начнём освобождать Украину, я думаю, дальше, чем Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонские области? Как мы будем восстанавливать права Русской Православной Церкви? Спасибо. Спасибо. Кто желает ответить? Дмитрий Владимирович. Спасибо. Я думаю, что в данном случае спорить с Минобором можно, но это не решает проблему. Я бы сделал на любых новых территориях абсолютный принцип добровольности. Абсолютный принцип добровольности. И тогда всё расставят на места сами родители, сила языка, сила литературы и так далее. Приведу простой пример. На Украине в мирное время была большая дискуссия о двуязычии. И каждый из руководителей, начиная от Кучмы, соскальзывал с этой темы, обещая избирателям. Не претендуя ни на какие лавры, мы изменили закон о среднем образовании, изменили общегосударственный стандарт постановлением Кабинета министров. И в 2011 году, ещё до закона Колесниченко-Кивалова, ввели обязательно второй язык. Да, это был палеотив, президентом был другой человек. Я работал министром образования, ввели второй язык с четвёртого класса. Как вы думаете, для второго языка в львиной доле школ какие нашлись преподаватели? Итальянского, турецкого? 60 с лишним процентов элитарных лицеев, гимназий, школ города Киева, только города Киева, вторым обязательным языком с четвёртого класса взяли русский язык, в силу огромного резерва преподавателей. Поэтому добровольность расставит всё на свои места. И в той же Донецкой Народной Республике есть некоторые регионы, где в сельской местности украинский язык является достаточно, ну, скажем, востребованным, он скорее в виде суржика. Если там какое-то количество детей захочет учить, и им бесплатно дадут учебник Минобра, да ради бога, с этим нет смысла, ну, не спорить, не бороться, и так далее, и так далее. Поэтому вот по этому вопросу мне кажется, что... А по церкви, ну, сложно сказать. Мне кажется, что, знаете, ситуация будет подобная той, которая произошла, когда Красная Армия освободила Галичину в 44-м году. Очередь стояла из греко-католических священников, желавших перейти в православную церковь. Спасибо. Ещё есть желающие ответить? Я немножко просто дополню. То есть у нас просто, скажем так, у нас вопрос давно решён на самом-то деле. У нас, мы когда, у нас же изначально в Конституции у нас было два языка. Русский и украинский. Ну, это также разделяло общество. Как вот, ну, мы просто не допустили эту ошибку, мы просто поставили точку, вот, и приняли решение. То есть, как бы, и у нас один язык в Конституции, там, русский, это абсолютно понятно. Но при этом у нас есть возможность такая в школах, в качестве факультатива, не только украинский, а любой другой язык. Потому что у нас много греков, у нас много болгар, у нас много, там, армян, в конце концов. Ну, а почему нет, там, как бы. И я вам скажу, такая возможность, возможность, опция есть. То есть, если набирается класс, там, как бы, и вот они такой язык вводят. Ну, я вам так скажу, просто не набрался ни один класс такой на территории Донецкой Народной Республики. Ну, опция такая существует. И с Минобором не нужно бороться. То есть, на самом деле, учебники не напечатали, мы разговаривали, то есть, нам они наверняка будут не нужны. Появятся такие классы, наверное, а вот для Херсонской и Запорожской области, наверное, да, в какой-то степени, но опять же, ну, нужно добровольно. Самое сложное и самое страшное в этом, чтобы не стали его навязывать. То есть, это же была ошибка-то, вот в чем дело. Если сейчас спросить у людей, люди сами быстро определятся. То есть, и вот, нет этой проблемы. Потому что, что-то последние дни очень много вот вокруг этой темы, много дискуссий. Зачем? Не нужно. Ну, хорошо, что у вас без дискуссий. Семен, пожалуйста. Очень коротко. У меня взгляд на языковую проблему на Украине, он в контексте всех постсоветских республик. Потому что все работает по одному лекалу. Нет никакой проблемы русского и украинского языка. Есть проблема катастрофической деградации русскоязычного населения на всем постсоветском пространстве, где навязывается иной язык, потому что они не знают ни русского, ни украинского. Я это видел еще в 2000-х годах, в том числе как подростки. В Одессе, в Харькове, ну где я работал. Они пишут вроде по-русски, но непонятно украинскими буквами. Вот это, понимаете, вот это было целью главной. Я когда говорю в том числе про когнитивные, мы имеем дело со страшной, катастрофической ситуацией, именно с образованием и мировоззрением жителей, сформировавшихся, родившихся после 1991 года везде. Вот мы из позиции еще советских людей рассматриваем. И все примеры о том, как вот люди меняют, ну как бы, так сказать, им меняются позиции, это чаще всего представители тех, кто постарше, кто еще захватил образование. Поэтому не решать проблемы в данном случае конфликта двух языков, а в первую очередь образовывать нужно, разводя, потому что они не знают ни русского, ни украинского. Вот это самое страшное. Спасибо.